Всем привет! Сегодня самый подходящий день для темы этого видео, которую вы уже могли прочесть. Концы света в мире SCP. А дело в том, что сегодня, 3 ноября 2019 года, по мнению многих горе-аналитиков и предсказателей, должен случиться очередной крах мировой экономики, всемирные катаклизмы и всё такое прочее. Да, не опять основа. Так что вылезайте из-под завалов, разгребайте руины, встряхивайте радиоактивный пепел, заканчивайте готовить спагетти из крысиных хвостов и шашлык из белки. Ведь сегодня мы узнаем, как же оно происходит в мире SCP. Практически всю новую эру люди ждут конца света. И причина тому — некоторые популярные религии, в которых апокалипсис и страшный суд — это ключевое ожидаемое событие. Из дат, на которые когда-либо назначался конец света, давно можно составить длинный список. Такой список, конечно же, есть и в мире SCP. Это неуничтожимая аномальная книга SCP-152, в которой описано множество концов света, в том числе и в прошлом. Книга постоянно пополняется новыми датами, что, на мой взгляд, довольно иронично показывает неубиваемое и неуничтожимое желание человечества такие даты придумывать. Еще один подобный объект — это SCP-1259. Свиток с бессмысленным набором символов, прочитав который, человек начинает верить в скорый конец света. И, судя по всему, предмет этот вполне реальный, существующий и даже часто попадающийся людям. Особенно помню перед 2012 годом, когда народ массово ждал предсказанного древними мая конца света, было крупное нарушение условий содержания SCP-1259. Несмотря на все это, в нашем мире конца света так и не было. Но во вселенной, буквально набитой разными аномалиями и монстрами, конечно же, в конце света такое же обыденное событие, как и в дивном мире конспирологии и разного рода поехавших культов. Некоторые уже произошли в каком-то из миров мультивселенной, а некоторые являются теоретическим последствием особо крупного нарушения условий содержания. Разрушение мира — вещь настолько ожидаемая, что некоторые аномалии сами по себе являются убежищем от таких событий. Например, SCP-1678 Non-London был создан как раз с таким расчетом. Еще у фонда есть SCP-1985, при помощи которого можно посещать миры во время какого-либо конца света и таким образом изучать, как же это все происходит. И, конечно же, там, где конец света — такая обычная вещь, как поход в магазин, есть всевозможные классы и разновидности того, как погибнет мир. Все концы света делятся на две большие группы — класса К, то есть Кетр, и другие события. При этом события класса К еще сами по себе делятся на кучу разных подклассов. Но не все. Конец света просто класса К — это конец света неопределенного подкласса. Обычно к нему относят угрозу нападение пришельцев из космоса, падение метеоритов. В общем, что-то довольно скучное и недостойное внимания. А вот что действительно интересно, так это подкласс, который был определен. И самый распространенный из них — это ХК, или экзистенциональный кетр. Многие кетеры, грозящие концом света, собираются устроить именно эту разновидность. Такой конец света упоминается в 60 SCP-объектах. Суть такого конца света в том, что некоторая потусторонняя сущность получит возможность влиять на наш мир, и последствия для человечества, как правило, оказываются печальными. Одно из наиболее каноничных событий ХК, которое может произойти в мире SCP, а может уже произошло в какой-то из его параллельных вселенных, это проникновение в мир Алого Короля, в случае удачных родов SCP-231. Будучи рожденным в нашем мире, Алый Король получит возможность призывать своих многочисленных потусторонних слуг, которые смогут сеять разрушение и хаос. Кстати, этот сюжет в целом очень похож на идею рождения Антихриста. Идея, которая была популярна в Европе еще в 4 веке нашей эры, о том, что Антихрист уже родился и скоро должен произойти конец света, примерно этого класса. Первый конец света был назначен на 365-й год, а другой на 400-й, но, видимо, условия содержания не были нарушены. Потусторонние сущности, тянущие к нашему миру свои лапы, и собирающиеся устроить конец света, показаны в SCP-616 и SCP-3007, а также во многих других. Самый, на мой взгляд, впечатляющий из них, это пожиратель миров из SCP-2317, которого, впрочем, нередко считают также одним из проявлений Алого Короля. У него вот даже в английском SCP-TEC Алый Король стоит, что как бы намекает. Но не все так потустороннее с этим Икска. В некоторых случаях такой конец света может наступить в виде старой доброй обычной ядерной войны. Ведь вполне логично, что в мире, набитом аномалиями, противостоящие страны создавали различные аномальные устройства, готовые забросать всю планету атомными бомбами прямо из потустороннего мира. Кроме того, у этого Икска вообще очень широкое определение, поэтому конец света может быть одновременной класса Икска и какого-то еще. В общем, такой конец света чаще всего не предполагает разрушение мира, но после этого события весь мир, скорее всего, будет набит разной потусторонней нечистью. И не слишком комфортен для жизни. Второй по распространенности конец света – это Си-К, или конфигурационный кетр. Им миру грозят около 40 объектов SCP. Такой конец света тоже по-своему интересен, ведь он не предполагает, что мир просто разрушится. Конец света заключается в том, что конфигурация мира изменится. Впрочем, некоторые объекты, вызывающие конец света такого типа, меняют физические законы мира, отчего он вполне может, например, просто начать разваливаться на части. Некоторые SCP с эффектом Си-К меняют историю, как это делает SCP-140, который заменяет прошлое, порождая совершенно другой мир на месте старого. Таким образом, что в нем существует цивилизация мрачных колдунов-дэвидов. Но про них уже отдельное видео есть. Также прошлое меняет SCP-1968 и некоторые другие. Поглощение мира сущностью, которой поклоняется Пятая Церковь, также соответствует такому классу конца света. В объектах встречается еще и аббревиатура RK, которая также является реструктуризацией реальности, то есть изменением ее конфигурации. Например, SCP-2462 – это страдающая в бесконечной агонии девочка, способная изменять реальность и превратить весь мир в подобие Silent Hill. Такой конец света тоже явно может сделать жизнь куда интереснее и веселее. Более жесткая вариация такого события – это ZK. Она тоже предполагает, что реальность изменилась, но настолько радикальна, что мир не может существовать дальше. Она упоминается в 18 SCP-объектах. Например, в SCP-1142. Говорится о параллельном мире, в котором начался такой конец света, во время Второй мировой. Там всюду открываются межпространственные порталы, а города разрушаются неведомой силой. При таком конце света изменяются физические законы и сама структура реальности, после чего существование жизни, а то и самой материи, оказывается невозможным. В общем, конец света в самом полном смысле этого слова. Но в мире, куда лезет всякая паранормальщина, где реальность рассыпается как разбитое зеркало, главным видом все же остаются люди. Но что если место единственного разумного вида займет кто-то другой, вытеснив людей на уровень животных? Такой конец света называется S-K. И целый десяток SCP могут его предложить. Самый каноничный S-K это, конечно же, SCP-1000. Снежные люди, мечтающие вернуть контроль над планетой, а человечество загнать в зоопарке. Планета обезьян на максималках. Такой конец света также может произойти и в случае захвата планеты различными пришельцами, искусственным интеллектом или некоторыми порождениями саркицистов, типа тех, что описано в SCP-2480. Но есть и варианты, где подобные сценарии могут устроить разные аномальные люди. Например, SCP-1157. Это раздваивающийся человек, который может создать огромное количество копий себя, чем попросту вытеснить обычных людей. А в SCP-752 вообще живет небольшая цивилизация людей, полностью лишенных личностей, которые также могут заселить всю планету и вытеснить обычных нормальных людей. Ну и, конечно же, жуки, зараженные вирусом, которые сами заражают людей, делая их рабами. Как же без них? И последний, четвертый популярный в SCP сценарий конца света, это NK, или сценарий серой жижи. Наиболее каноничный вариант, это если некие машины, например, нано-роботы, начнут копировать себя и заменить с собой всю существующую жизнь. Чем-то, кстати, похоже на сюжет игры Сома. С другой стороны, не зря же на неё сделали мод, который превращает саму игру Сома в игру SCP. Правда, по совсем другому объекту. В самом мире SCP существует около десятка различных объектов, способных таким образом привести к концу жизни. SCP-1037 может превратить всё в кристаллы, а SCP-505 может привести к тому, что весь мир заполнится сущностями, состоящими из чернил, даже без помощи демона Бенди и его чернильной машины. Некоторые SCP-объекты могут привести к особо страшному концу света такого класса. Например, если не есть торты из SCP-871, то вся вселенная будет погребена под тортами. А это ужасно. Среди менее популярных сценариев конца света есть, например, АК, который заключается в массовом поражении людей какой-нибудь меметической заразой, из-за которой человечество не сможет нормально существовать. Например, люди перестанут поддерживать и развивать цивилизацию, потому что будут слишком заняты поклонением какому-нибудь божеству, воевать за него вместо того, чтобы улучшать свою жизнь. Жертвы там ему приносить страшно, в общем, хорошо, что это только фантастика. Так же, как вариант этого конца света, вообще прекратят удовлетворять свои базовые потребности, например, из-за катастрофической лени. А в случае с SCP-1101 будут бесконечно спорить, пока не умрут. А вообще такой вариант конца света, учитывая склонность людей ко всему иррациональному, кажется вполне вероятным. У этого конца света даже есть отдельный подкласс, ТК, который происходит, когда люди полностью лишаются рассудка, становятся безвольными, внушаемыми, а то и классическими зомби. К нему может привести, например, тот же ленивец из SCP-2774. Да, SCP даже ленивца может сделать очень страшным. Так вот, вначале я сказал, что есть события класса К, а есть другие. Других довольно много. Например, смешение измерений, когда небольшие территории из разных измерений меняются местами. Пересечение вселенных, когда миры сливаются полностью или частично. Мёртвый парник, когда мир вымирает, но остаётся пригодным для жизни. И другие мелкие события, недостойные называться полноценным концом света. Кроме всего этого, есть концы света, на которых базируются отдельные сюжетные ветки. Например, тот же хаб Конец Смерти, про то, что все вдруг перестали умирать. А хабы вселенной Звонаря и Преподобных Докторов вообще основаны на том, что уже произошёл Конец Света и развиваются в постапокалипсисе. Но эти хабы — это явно тема для отдельного видео. В общем, поздравляю вас с очередным концом света. Всем пока.